В нашу телекомпанию позвонили жалобы на Читай-Энергосбыт. По словам анонима, работа расчетного центра оставляет желать лучшего. Полная неразбериха и бардак. Так ли все на самом деле, сейчас узнаем. Уже на пороге нас ожидала солидная очередь. Прибытие телевизионщиков ошарашило многих. Дать пару слов на камеру согласились не все, но смельчаки всегда найдутся. Ну а первый комментарий моментально обрисовал настроение толпы. Смотрите, вам нравится ли обслуживание в офисах Читай-Энергосбыт? Абсолютно нет. Ну вот здесь подойдите. Вон завис компьютер в кассе. Вот народ стоит, ждет. В офисе Читай-Энергосбыт установлены три кассы, но по факту из них работают только две. В очереди около 20 человек. И горожане готовы назвать это количество чуть ли не приемлемым. То есть для них это еще далеко не самый час пик. У нас было несколько вопросов к диспетчерам, но мы решили не отвлекать их от работы. И без того все стоит. Два человека, я вот за ней. Ну немного, это сейчас. Обед сейчас, мало народу, наверное, не знаю. То есть человек 17 примерно, это мало народу считается. Ну, наверное, мало. А утром еще больше, 10 часов работают. Это отвратительно. Всегда ждешь очень долго. Ну, просто удивляет. Мы приходим со своими деньгами. И чтобы отдать им свои деньги, нам приходится страдать кучу личного времени. Иногда люди ругаются между собой за место в очереди, но гораздо чаще с диспетчерами. К слову о сотрудниках. Телевизионная камера порой творит чудеса. Совпадений это или нет, через 15 минут подключился третий кассир. Но, увы, ненадолго. Бегают для того, чтобы решить вопрос с инженером. Убегают. Без перерыва на обед. Столько народу собралось. И ни одного оператора. В то же время руководство компании говорит, что жители республики задолжали 2 миллиарда 715 миллионов рублей. Сейчас речь пойдет об одном из самых злостных неплательщиков. Сумма долга 12 тысяч рублей. Есть решение суда, что прибор общедомового учета электроэнергии установлен с нарушениями. И поэтому расчеты, которые делает, читая наркозбыт, они неправомерны. Прихожу уже, взбилась со счету, какой раз сюда прихожу. То есть вопрос вообще не решается. Уже куда не обращалась, в жилищную инспекцию, в защиту прав потребителей. То есть вопрос невозможно решить. То есть они монополисты, да, и вот с ними как-то... Ну, сами видите, да. Глядя на такие случаи, начинает казаться, что именно из-за таких моментов скапливается колоссальный долг республики перед компанией-монополистом. Мучите меня с 15-го года. Лично с вами сколько писало заявление. Только в этом году Чита-Анергосбыт получила пять предупреждений от антимонопольной службы. В основном они связаны с навязыванием невыгодных условий и законом о защите конкуренции. Когда увидела съемочную группу, как бы проявила более такой интерес ко мне и как бы сразу взяла копию моего заявления, копию решения суда и сказала, что она решит этот вопрос юристами. Может быть даже сама зайдет в эту базу и посмотрит и отзвонится по моему телефону, который написан в заявлении. Во время разговора с Ларисой нас попытались прогнать. Ну даже среди шквала негатива нашелся один лучик света. Наверное, сама удача прислала нам такого человека, как Надежда Петровна. Мне все нравится. Я такой человек. Я плачу аккуратно. За должность я боюсь, потому что на пенсии зачем копить? Я довольна. В своей жизни довольна. А заслужила ли Чита-Анергосбыт такого отношения даже от одного человека – отдельный вопрос. Будам Анхоев, Александр Лобсанов, АТВ.